Здравия всем! Сегодняшний выпуск Киновед будет холодным и расчётливым. И я весьма рекомендую вам дослушать его до конца. И помните, я сделал вам предложение, от которого вы не можете отказаться. The Cart Counter. Холодный расчёт 2021 года. Киноманский психологический триллер. Трансцендентное кинематографическое произведение, выверенное до мелочей. Фильм-обманка и антикино влиятельного американского режиссёра и сценариста Пола Шредера. Может, вы видели такие его фильмы, как «Синие воротнички» с Харви Кейтелем, «Американский жиголо» с Ричардом Гиром, ремейк «Людей-кошек», «Миссима. Жизнь в четырёх главах» кинокартина об известном японском писателе, «Скорбь», «Человек-человеку-волк» и недавний с Итаном Хоуком, наверное, наиболее признанный фильм Пола Шредера за последние годы – «Дневник пастыря». Но про Шредера давайте не буду забегать наперёд. Мы ещё о нём детальнейше поговорим. Поэтому вперёд. Холодный расчёт. Одним из продюсеров этой картины, а их тут бесчисленное множество, по 30 человек, выступил давний товарищ и коллега Шредера Мартин Скорсезе. О Скорсезе мы тоже поговорим. И даже так, отдельно поговорим о его отношениях со Шредером. Оператор холодного расчёта Александр Дайнан. Вряд ли вы его знаете. Он снимал два шредеровских фильма «Человек-человеку-волк» и «Дневник пастыря». А также трудился над популярным сериалом «Миллиарды». Вот об этом вы уже могли слышать. Главный композитор холодного расчёта – инди-музыкант Роберт Левон Бин, участник коллектива «Блэйк Рэйбл Мотосокл Клаб», названного в честь мотоклуба из культового бунтарско-байкерского фильма «Дикарь» с Марлоном Брандо в главной роли. Монтажёр картины – тесно сотрудничающий с Полом Шредером Бенджамин Родригес-младший. Он снимал и «Умирающий свет», и «Человек-человеку-волк», и «Дневник пастыря» – все фильмы Пола Шредера. Более того, начинал Бенджамин Родригес-младший карьеру монтажёра полнометражного кино как раз со Шредеровского фильма «Умирающий свет». «Холодный расчёт» – это малобюджетный по меркам США фильм. Действительно малобюджетный. И тем не менее, Оскар Айзек – влиятельная кинозвезда современности, о нём мы тоже поговорим, согласился сняться в фильме Пола Шредера, поскольку, как он однажды рассказывал Шредеру, фильмы именно этого режиссёра убедили его стать актёром. Съёмки «Холодного расчёта» начались в штате Миссисипи в конце февраля 2020 года и оказались прерванными из-за COVID-19 в середине марта. 6 июля производство возобновили, досняли оставшиеся сцены. Мировая премьера картины состоялась на Венецианском кинофестивале 2 сентября 2021 года. Большинству критиков фильм понравился, его называли в числе лучших работ фестиваля. Американский прокат «Холодного расчёта» начался 10 сентября, а украинский – 23-го. В ролях, по сути, это фильм четырёх актёров. Оскар Айзек, о нём ещё отдельно поговорим, Тиффани Хэддиш – комедийная чернокожая актриса, которая часто светится в комедиях а-ля комедия туалетного юмора, например, с Кевином Хартом. Ещё тут Тай Шеридан, которого вы должны знать по его дебютной роли маленького мальчика в «Древе жизни» Терренса Малека. Но за последние годы Шеридан стал очень и очень известным актёром, снимаясь как в крупных блокбастерах, так и в независимых картинах, например, «Ночной портье». И четвёртый актёр – у него наименьшее количество экранного времени, но это не просто так – великий и прекрасный Уильям Дефо. Так что Айзек, Хэддиш, Шеридан и Дефо – смотрим холодный расчёт. Пол Шреддер, подобно Мартину Скорсезе или Клинту Иствуду, влиятельный американский автор-кинематографист в летах, чьё влияние и авторство распространяется на самые различные области киноискусства – режиссуру, сценарное дело, продюсирование и даже киноведенье. Шреддер писал сценарии таким влиятельным кинорежиссёром, как Мартин Скорсезе. С ним Шреддер близок и дружен до сих пор. Сидни Поллок, Брайан де Пальма и Питер Уир. В народе Шреддера особенно чтят, как сценариста четырёх фильмов Мартина Скорсезе – «Таксиста», «Бешеного быка», «Последнего искушения Христа» и «Воскрешая мертвецов». Первые три из перечисленных мною кинокартин – последний фильм о ревностном медработнике в исполнении Николаса Кейджа, который часто снимается у Шреддера – отставляем в сторону. Так вот, первые из этих трёх фильмов – это, безусловно, культовые хрестоматийные работы. Они вошли во все учебники про кино. Тандем Скорсезе-Шреддер считается одним из наиболее плодотворных и влиятельных в американском киноискусстве второй половины 20 века. «Таксист» и «Бешеный бык» – это бенефисы Роберта Де Ниро. Это краеугольные фильмы для так называемого «Нового Голливуда». Это классические образцы независимого американского кино 70-80-х годов. А вот «Последнее искушение Христа» – это одна из наиболее обсуждаемых и скандальных христианских, а для многих даже антихристианских, богоборческих, картин в истории кино. Однако режиссура Пола Шреддера – это не менее занимательное и важное явление в его кинокарьере. Да, нельзя сказать, что из «Нового Голливудцев» Шреддер выбился в кинематографический авангард. О нем знает куда меньше народа, чем, например, о Фрэнсисе Форде Копполе «Крестный отец» или Брайне де Пальме «Миссия невыполнима» с Томом Крузом. Однако любители кино, кинокритики, киножурналисты, представители разных киносообществ – уж они-то про Шреддера знают, знают его и чтят. И в первую очередь за высокую кинематографичность работ режиссера, за его приверженность той самой старой школе, которая ощутима в фильмах, уже упомянутых мною, Скорсезе и Иствуда, за нежелание Шреддера действовать в области исключительно развлекательного мейнстрима, но предлагающего нечто специфическое, вот как холодный расчет, в каком-то смысле даже более сложное, нежели многие шреддеровские коллеги. В фильмах Шреддера снимались Харви Кейтель, Ричард Гир, Настасья Кински, Малкольм Макдауэлл, Кристофер Уокин, Сьюзан Саранден, Сиси Спейсек, Стелланд Скарсгард, Вуди Харрельсон, и ух, нет им конца, Николас Кейдж, Итан Хоук, но особенно часто, любимец Шреддера Уильям Дефо, которому нашлось место, я уже говорил, но повторюсь, так же и в холодном расчете. И отдельно следует рассказать о деятельности Шреддера в качестве теоретика кино. В юном 24-летнем возрасте Шреддер опубликовал серьезное исследование под названием «Трансцендентальный стиль в кино». В этой работе будущий режиссер и сценарист препарировал творчество Роберто Брессона, Карла Дрейера и Ясудзира Адзу, выдающихся творцов 20 века, с точки зрения той самой трансцендентности и духовности. Стоит ли даже говорить, что подобным понятием нашлось место в фильмах самого Пола Шреддера и что понятие «трансцендентного» является базовым, основополагающим для художественной эстетики холодного расчета. Но об этом снова-таки мы поговорим несколько позже. Сразу стоит сказать, что «Холодный расчет» — это фильм от начала и до конца шреддеровский. Никакого Мартина Скорсезе тут нет и в помине. В данном случае именитый тандем не был равноправным. Скорсезе только помогал Шреддеру в продвижении картины. Как говорит сам Шреддер, Марти предложил свою помощь упаковать и продать мой новый фильм. Еще Шреддер показал Скорсезе самую первую версию монтажа «Холодного расчета» и воспользовался советами своего талантливого друга. Помните, это как Дэнни Вильнев показал свою дюну первому зрителю Гильермо Дель Тора, тоже другу и тоже человеку, который мог посоветовать что-то толковое. Вообще Шреддер рассказывает о том, что его и Марти преклонный возраст, а оба они скоро станут 80-летними старцами, позволяет друзьям-режиссерам держаться в тонусе и как бы вынуждает их помогать друг другу. «Мы вместе, — говорит Шреддер, — прошли через многое, а сейчас наше время подходит к концу. В киноиндустрии ты выходишь на пенсию, когда перестает звонить телефон. Но я еще не готов к своей собственной ретроспективе и потому очень стараюсь, чтобы мой телефон время от времени звонил. Так что я сказал Мартину, мы едем в одном направлении, разве не здорово ехать туда в одной машине? Так он помог с этим проектом, имеется в виду холодный расчет, сделал мне одолжение. А сейчас мы вместе работаем над сериалом о возникновении христианства, об апостолах и апокрифах». Да, вот так Шреддер рассказал в интервью Татьяне Розенштайн. И как и Мартин Скорсезе, вспомните хотя бы его фильм «Молчание», а про последнее искушение Христа я и вообще молчу, Пол Шреддер страстно увлечен христианскими идеями. Немаловажный факт. До 18 лет крайне религиозная семья Шреддера не позволяла ему посещать кинотеатры. Однако это, удивительное дело, казалось бы, не помешало ему стать кинокритиком, а в дальнейшем сценаристом и режиссером. Как обычно, родители запрещают, давят, 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 а подростки вместо этого всю свою жизнь кладут на то, что им запрещали. «Холодный расчет» – очевидно актерское кино, в котором озвученная мною четверка Айзек Шеридан Хэддиш Дефо выдают первостатейный класс. Но, конечно же, король, голова фильма – это Оскар Айзек. Все софиты направлены на него. «Холодный расчет» стал находкой для Айзека, сумевшего полноценно раскрыть свой уникальный актерский талант. О чем? О таланте. Свидетельствует ряд картин и сериалов, в которых он уже блистал в прошлом. Например, «Внутри Льюина Дэвиса братьев Коэн». Именно с этой картины принято начинать отчет высокой популярности Оскара Айзека. «Самый жестокий год» Джесси Чендера. В этой картине Айзек играет вместе с Джессикой Честейн. «Покажите мне героя...» Ах, Дэвида Саймона. Уникальный социальный мини-сериал величайшего шаураннера современности, автора прослушки, в котором Айзек исполнил одну из лучших своих ролей. Ван Гог на пороге вечности Джулиана Шнабеля. В этой картине Айзек перевоплотился в поле Гогена. Сцены из супружеской жизни Хагая Леви. И снова Айзек играет в паре с Честейн в мини-сериале от HBO. И даже, ну конечно, Дюна Дэни Вильнёва. В этом фильме, напрочь лишённом какого-либо психологизма и содержательности, я о Дюне записал подкаст. Можете послушать. Меня за него многие ругают. Так вот, в этом фильме Айзеку удаётся выжимать максимум из своего блеклого персонажа. И это, безусловно, выделяет актёра на фоне всех остальных в Дюне. Айзек – большой современный американский актёр. И чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть хотя бы один только холодный расчёт. Не зря Пол Шреддер сравнивает Айзека, например, с Марчелло Мастрояне. И правда, между ним и Айзеком есть нечто общее. Скажу вам так. Я дважды расплакался во время просмотра холодного расчёта. Во второй раз на романтической сцене ночной прогулки в парке огней. Помните? В детстве всё казалось совсем другим. Но в первый раз я плакал на сцене проникновенного монолога Оскара Айзека перед Таем Шериданом, когда Айзек раскрывается, исповедуются мальчишки. В конце монолога глаза Айзека увлажняются, в них стоят слёзы. Помните? Ну вот как я мог не поддержать такого выдающегося актёра? Взял и сам пустил слезу. В общем, как Роберт Де Ниро поражал своим мастерством в таксисте и бешеном быке, так и Оскар Айзек холодный, собранный, расчётливый, загадочный поражает в холодном расчёте. Без преувеличения, с точки зрения актёрского исполнения, холодный расчёт – это значительное кино. Ну как его можно не посмотреть? Быстро бегите! Быстро бегите в кинотеатры! А если его в кинотеатрах уже нет, ну так корите себя до последнего дня жизни! И вот что рассказывает Шреддер всё в том же интервью Татьяне Розенштайн. Мне это показалось крайне занятным. Сейчас моя карьера, говорит Шреддер, близится к закату. Оскар, ну то есть Айзек, наоборот, на пике популярности. Чтобы получить доступ к таким актёрам, ну как он, нужно обращаться к их агентам. Но так актёры никогда не получат твой сценарий, потому что агенты заинтересованы в собственном доходе и пытаются найти проекты покрупнее, отказываясь от малобюджетных фильмов. Они думают, не дай бог, мой клиент захочет сняться в этом маленьком проекте, я же тогда ничего не заработаю. Так что я просто написал Оскару на его личный имейл. У меня есть для тебя сценарий, бюджет предполагается небольшой. Если у тебя нет времени, то я не буду его тебе посылать. Дай мне знать, в течение недели. И он согласился. Как он мне потом сказал, он не мог отказаться, потому что именно мои фильмы убедили его стать актёром. Ну, видимо, с чувством собственной важности у Пола Шреддера всё нормально. И, по-моему, эта история многое говорит об Оскаре Айзеке. Актёре, который сумел покорить мир Дисней и Марвел, скоро мы увидим его в образе марвеловского супергероя «Лунного рыцаря». Будет такой сериал от Марвел, который, конечно же, станет доступен на стриминговой платформе Disney+. Да и появление Оскара Айзека в «Звёздных войнах» тоже о многом говорит. Однако, Айзек ещё и отлично себя зарекомендовал в качестве участника независимых проектов крупных кинорежиссёров. Вот ещё скоро, или не скоро, посмотрим, дай боже, мы должны увидеть Айзека в новом мегаломанском фильме Фрэнсиса Форда Копполы «Мегалополис», который должен быть ещё амбициознее, чем «Апокалипсис» сегодня. Правда, дай бог Копполе здоровья. И вот правда, побольше бы таких актёров, как Оскар Айзек в одном только «Холодном расчёте» он поражает. Разумеется, сценарий «Холодного расчёта» великолепен. Как часто бывает с выдающимися мастерами профессии, Пол Шреддер достиг такого уровня мастерства, который невооружённым глазом почти неопределим. Его сценарий и вообще производит впечатление простейшей структуры. Можно даже сказать, аматорской, вот какой-то недоделанной. Но это только впечатление. На самом деле, шреддеровская история многослойна. На поверхности рассказ о безэмоциональном знатоке азартных игр Оскаре Айзеке и его жестокой мести давнему обидчику-подстрекателю. И в том числе... Внимание, спойлер! Внимание, спойлер! Внимание, спойлер! Самому себе. Но в глубине, под поверхностью этого сюжета бездонный философско-религиозно-политико-психологический пласт. Вроде ничего не забыл. Философия, тут есть и религия, и политика, конечно, и психологии достаточно. Кажется, ничего не забыл. Так вот, рассказ о необоримом, неотрефлексированном чувстве вины. Об экзистенциальной трагедии морально падшего человека. О сознательном саморазрушении. О психологической травме. О жажде искупления. О воздаянии и роке. О стерильной Америке. О бессмысленности жизни и всеосвещающей любви. О монотонности и отцовстве. О пытках и дознании. О покере и тюрьме. Вот все эти темы реально присутствуют в холодном расчете. И удивительно, но Оскар Айзек со всем этим, со всеми этими темами и проблемами справляется. Он их осиливает. Его герой действительно сложен и многомерен, как сложно и многомерно кино Пола Шреддера. Причем сложен герой Оскара Айзека настолько, что его не могут до конца понять даже окружающие. Вот Хэддиш открыто говорит Шеридану, что за таинственностью Айзека может скрываться как нечто хорошее, так и нечто плохое. И даже больше, сам персонаж Айзека не способен себя понять, не способен принять свое прошлое, осмыслить его с позиции вечных человеческих вопросов. Как это возможно в нашем мире? И как я смог подобное допустить? Холодный расчет – это современная трагедия. Это суровейшее и серьезнейшее кино, напрочь лишенное иронии братьев Коэнов. Или артхаусности Михаэля Ханека. Нет, Холодный расчет – это фильм, буквально проросший из американской культуры. В том числе культуры кинематографической. Шреддер творит невероятное. Ему подчинена сама кинематографическая форма, сам кинематографический жанр, в пределах которого режиссер-сценарист творит немыслимые вещи. Например, добивается ощущения трансцендентного, достигая областей Дэвида Линча, как в «Шоссе в никуда» или «Малхолланд драйв», и «Джима Джармуша», как в «Мертвеце» и как в обожаемом мною «Псе-призраке пути самурая». Обратите внимание, я специально не вдаюсь в подробности сюжета «Холодного расчета». В данном случае вам стоит ознакомиться с фильмом самостоятельно. Холодный расчет – это переживательное кино, его не стоит портить подробным пересказом. Сам Шреддер говорит так. Здесь, то есть в фильме, два сюжета образующих элемента. «Профессия» как художественный образ и актуальная тема. Под «профессией» подразумевается мастерство азартных игр. А вот об актуальной теме я как раз промолчу. Пускай она свалится на вас, как снег на голову. И еще одна важная мелочь. Имя героя Оскара Айзека – Уильям Телл. Оно не просто так перекликается с именем мифического швейцарского народного героя меткого лучника Вильгельма Телля, воспетого поэтическим гением драматурга Шиллера. Некоторые общие черты в судьбе Телля и Телла реально присутствуют. В частности, Шреддер указывает на то, что у Телля был сын. И после того, как вы посмотрите «Холодный расчет», вы поймете, насколько это важное замечание. «Холодный расчет» – эталонное психологическое кино. Психологизм этого фильма – высшие пробы. Какая там дюна? «Холодный расчет» – это анти-дюна. Пол Шреддер отлично сочетает профессию Уильяма Телла, сопряженную с однотипностью и монотонностью, с внешней холодностью, отстраненностью и собранностью главного героя. Телл – как часть декораций, обстановки любого из тех казино, в которых он оказывается ежедневно. Даже методы игры Телла – никогда не заигрываться, не делать больших ставок, не искать неприятностей, оставаться середняком. И те идеально вписываются в концепцию психологизма картины, а именно вытесненных переживаний. Вот о чем этот фильм. Сама жизнь вытеснена из Телла. Профессиональные игроки, похожи на зомби, полуживые, полумертвые существа, говорит в интервью Пол Шредер. И Телл именно такой. И даже когда его спрашивают о том, почему он придерживается подобного образа жизни, гоняет из отеля в отель, из казино в казино. И есть ли у него хоть какие-то увлечения, помимо азартных игр, то он отвечает, что убивает время. Реальная, экзистенциальная пустота. И причина ее кроется в глубокой травмированности персонажа Оскара Айзека, что, само собой, роднит его с Робертом Де Ниро и с таксиста, о чем, похоже, высказался каждый критик на земле. Вообще, если Пола Шредера за что-то и попрекают, то в первую очередь за его приверженность одной и той же теме искалеченного мужчины, больного американца, неспособного справиться с тем, что застряло и зудит в его голове. Телл – человек явно нездоровый, перенесший то, с чем крайне трудно справиться. И это, внутренний мир Телла, основа кинокартины. Ну не просто же так, Телл читает в тюрьме рассуждение о самом себе Марко Аврелли. Кстати, очень рекомендую к прочтению. Тут, кстати, сделаю небольшой шаг в сторону и отдельно обсужу с вами один не то чтобы важный, но любопытный и почти всех обращающий на себя внимание нюанс. Многие зрители, посмотрев фильм, спрашивают, а зачем персонаж Оскара Айзека все в своем гостиничном номере обвязывает тканью, для чего ему это нужно? Тут высказываются разные гипотезы, в том числе и сам Пол Шреддер так до конца и не разобрался, зачем же Оскар Айзек это делает. И возможно, что этим же самым, внимание, спойлер, занимается Уильям Дефо. Или же, когда Айзек забрался к Дефо, он сам это сделал в его квартире, мы этого не знаем. Но лично мне кажется, что это драпирование тканью всего, что ты видишь вокруг, сделано исключительно для того, чтобы вернуться в ту самую монотонную и однотипную среду. Айзек выталкивает жизнь из своего героя. Ему болезненно вообще думать о жизни. И поэтому он пытается пребывать в абсолютно стерильном пространстве. В пространстве однотипных казино, в пространстве стерильной Америки. И в этом ему, наверное, помогает белая ткань. Сам же Шреддер рассказывает анекдот об одном из, если я не ошибаюсь, художников, постановщиков Бернарда Бертолуччи, с которым Шреддер вместе работал над своей картиной. Он однажды зашел к нему в номер и вдруг смотрит, а там все завязано тканью. Он спрашивает постановщика, а зачем так сделано? На что тут и отвечают, ой, в этом номере все такое уродливое? Так что вот откуда взялась эта черта у персонажа Оскара Айзека. Но что именно она означает? Знаете, даже здорово, что мы не имеем единого объяснения. Давайте как можно чаще думать сами. А теперь следите за руками. Я уже рассказал вам о том, что Холодный расчет это кино с отличным сценарием, превосходной актерской игрой и глубоким психологизмом. Далее прибавьте к этому актуальнейшую для США политическую повестку. Я до сих пор не признаюсь вам какую. И конечный результат заверните в наилучшую из возможных техническую оболочку. Свет Цвет Операторское искусство Режиссура Постановка Саундтрек Закадровые шумы и звуки Костюмы Дизайн Монтаж Холодный расчет Сделан настолько профессионально, что ты как зритель испытываешь огромное удовольствие уже только потому, что смотришь это кино наблюдаешь его оцениваешь все перечисленные мною кинематографические параметры. Но и это еще не все. Во-первых, этот фильм, как уже было мною сказано прежде, достигает трансцендентного. Он в определенные моменты выходит на уровень фильмов Дэвида Линча и Джима Джармуша. И при этом он остается типично американским жанровым фильмом. Во как! Благодаря трансцендентному холодный расчет приобретает характер метафизического высказывания. А персонаж Оскара Айзека уподобляется персонажу Хоакина Феникса из тебя здесь никогда не было Лин Рэмси. И вообще между двумя этими фильмами немало общего. Именно в плане трансцендентного. Во-вторых, Пол Шреддер как изрядный киноман и синефил позволяет себе такое, чего вы обычно в кино не увидите, чему в кино внимание не уделяется. Например, в одной из сцен главные герои будут общаться друг с другом, сидя у бассейна. Расположены они при этом на заднем плане кадра. На переднем же плане двое болтающих ни о чем подростков. Так вот, Шреддер снял эту сцену таким образом, чтобы вам была слышна речь подростков, хотя она, казалось бы, совершенно и не важна. Ну, зачем вообще нужно обращать внимание на массовку, правда? Кого она интересует? Однако, Шреддер обращает Шреддера это интересует. И тем самым он превращает свое кино в истинно реалистичное произведение, выходящее за рамки принятых кинематографических приемов, пытающиеся эти рамки обойти, выскочить из киноэкрана в зал. Но вот спрашивается, как все это не любить? И даже когда вы будете находиться с Оскаром Айзеком в казино, то сможете различить, о чем говорят люди, игроки или просто прохожие завсегдатые казино между собой. То есть вы будете разбирать их речь. И я уверен, что Пол Шреддер за всем этим следил. И это только два примера, касающихся отменной кинематографической формы фильма Пола Шреддера. Он все-таки большой мастер. Холодный расчет, фильм обманка и антикино. Только кажется, что эта картина проста и невзрачна. Шреддер выкручивает, перекручивает жанр фильма про казино. Вспоминаем Боба-прожигателя жизни Жана Пьера Мельвиля. Вспоминаем великий фильм, самую любимую картину Такеши Китана «Казино Мартина Скорсезе». Какая это картина? Так вот, Шреддер дает понять, что весь этот тематизм, вся эта история про кино это только повод рассказать трансцендентную психологическую историю. И не более того, да? Но важно заметить, что от этого, чем мастер и велик, важность темы казино только повод рассказать трансцендентную психологическую историю. Но важно заметить, что от этого, ну чем мастер и велик, важность темы казино нисколько не умаляется. У казино всегда полтора процента преимущества перед игроком. рулетка единственная разумная ставка в казино. То есть тема азартных игр все равно отлично раскрыта в картине. И все-таки она это ширма, за которой сокрыт психологизм, экзистенциализм, трансцендентность и, что тешит меня бесконечно, подлинное киноманство, понимание природы кинематографа и большое к ней уважение. Слоган фильма «Хороший игрок может заглянуть вам в душу». Но способен ли он это я уже от себя добавляю заглянуть в душу самому себе? Или вот так «Хороший режиссер может заглянуть в душу зрителя?» И Пол Шреддер холодным расчетом, фильмом непростым, да-да, киноманским, я все понимаю, не таким супер-пупер динамичным, как марвеловские или DC блокбастеры заглядывают в душу своему зрителю и показывают уровень экстра класса. Спасибо Шреддеру за этот фильм. А вам спасибо, что слушали. Возвращайтесь. Киноведы. Авторский подкаст Станислава Тарасенко Да.